Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. У нас есть большой сайт, называется православный библейский сайт. Вот он, во свете Библии. И самое ценное, это 4124 ответа. И мы озвучиваем по папкам, у меня разбито на 55 папок. Вот. С одной стороны идем, и с другой. Может, когда-то мы и закончим, но это неизвестно еще где-то. Но сейчас мы идем в будущее, написано. Считай. Вопрос 3057, 16-й том открытым оком. Если события и все дела в России пойдут так же и дальше, то мы погибнем? Или это дано свыше для очищения? Если Россия, как православное, единое государство, исчезнет с карты Земли, то будет ли это приход Антихриста? Во вопросах. То есть без православной России будет ли оставаться мир? Вот это вопрос накидали мне дальше. Ответ. Это я за капитрой отвечаю. По всем законам мы должны быть давным-давно уже погибнуть. Но почему-то живы. Безусловно, что милостью Бога Яговы, Творца, Неба и Земли, живы мы. Но не нужно придавать земному государству такое высокое предназначение. Нет союза. А жизнь не остановилась же. Все себе было для приведения нас в чувства. Но так как покаяния нет, а церковь, патриаршая, только замазывает грехи мнимой экономией, сострадательностью, то так будем и все с большим ускорением догнивать, пока нас почему-то с нисхождением... По чьему-то с нисхождением завоюют более цивилизованное государство, как и было всегда в мире. Православной России нет, да может никогда и не было. Нахватали всяких с разными верами. Все перепуталось. А миссионерской работой не увлекались. А храмовое благолепие, трезвон колоколов. С иконами чудят, с мощами мощь нагоняют. Так на той сцене и без изменения репертуара. Исайя 5.7 И ждал он правосудия, но вот кровопролитие. Ждал правды, и вот вопль. Исекииль 16.37 Зато вот, я соберу всех любовников твоих, которыми ты услаждалась, и которых ты любила, со всеми теми, которых ненавидела. И соберу их отовсюду против тебя. И раскрой перед ними наготу твою, и увидят весь стран твой. Вот видишь как, представь себе. Наверное, сегодня священники будут это отвечать. Да никогда, ни один. Просто ни один. Во всей патриархии ни одного нет. Иногда хоть где-то. А это чтобы ответить вот так, чтобы увидели? Никогда. Боятся. По расчетам аналитиков, и согласно бывшего в истории с уничтожением России, должно явиться антихристу. Придумали, что царь Николай был удерживающий. А абсолютное незнание Писания заводит в такую мрачную пустыню невежества. Второй псалмоникицам 2.7 Ибо тайное беззаконие уже в действии. Только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. Иеремия 51.44 И посещу вилла в Вавилоне, и исторгну из уст его, порглоченная им. И народы не будут более стекаться к нему, даже и стены вавилонские падут. Вилл Владимир Ильич Ленин, а Вавилон Москва. Так считают некоторые. Ну как считают, вот святаемый Андрей Кесарик и Падокийское толкование, апокалипсисе, там написано Пал, Пал Вавилон. И там дается толкование в 4 веке. Вавилон, Пал, это Рим. Рим. А теперь Константин строит Новый Константинополь, столицу. Ее называется Второй Рим, Новый Рим. Москва, Третий Рим. Везде, ни одно государство в мире не претендовало так, чтобы об этом писали поэты, писатели, политические деятели. Москва, Третий Рим. А четвертому не быть, Епифаний Славенецкий пишет. Значит так, а как исторгнуть, из уст его исторгнет. То есть реабилитация наступит. Откровение 18.2. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря, Пал, Пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и предстанищем всякому нечистому духу, предстанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. Врос 3058. Видимо, 16-й том тоже. Несут ли ваши глухонемые какое-то послушание в общине? Ответ. Они участвуют в уборке храма, платят десятину, благовествуют другим о Христе. Сестра Света переписала сама богослужение крупными цветными буквами. Устроила через знакомых огромный пюпитр с крестом и фонарем. Кавычки открыты. Это ее биография. Там она писала. С раннего детства я всегда была рядом с моей бабушкой. Моя бабушка родилась в 1909 году. Неграмотная. Не училась в школе. Не умела писать. Работала трактористкой. Она общалась со мной только с жестами. Она была очень простодушная. Получая пенсию, почти все отдавала моим родителям. Она никогда не покупала себе одежду. Моя мама отдавала ей старое платье. Покупала платки и необходимую одежду. Бабушка была равнодушна к своим деньгам. Я с детства не слышу. Она брала меня с собой в церковь. В церкви я подолгу смотрела на иконы и стала чувствовать, что есть Бог в небесном царстве. Дома бабушка молилась всегда. Я боялась Бога, но не знала заповедей. Читала главным добро. В молодости я была скромной во всем и порядочной. И не связывалась с плохими девчонками, девочками. Любила рукодельничать. У меня было мало хороших девушек и женщин. Я окончила Челябинское швейное училище. Мама и папа привели меня на фабрику «Прогресс». Там я познакомилась с глухонемыми швеями. Валя Янчуку веровала в Бога через своих родителей. Она рассказала своих сыновей. Как ты можешь сыновей, родителей? Ты даже ни одной буквы-то нет. Ты какой мухлюешь-то как? Где-то там перескочила. Она рассказывала мне о Боге подробно. Я узнала и поняла заповеди и как жить по-христиански. В молодости я смотрела по телевизору фильм «Иисус». Он очень пострадал и был распят. Я очень плакала. Мне было жаль его. Потом узнала, у кого крестики с Иисусом. Это Бога Иисус. Валя пригласила меня в гости к себе. Первый раз я увидела общину верующих. Это странные люди, как в 1900-1918 году. Я не привыкла к людям и стеснялась. Как мне общаться, я не знала. Как мне было приятно и хорошо в лесу с общиной на прогулке. Какие спокойные, добрые верующие. У них постоянно радостные лица. Мне очень понравились эти верующие. Но я стеснялась. Мне было трудно. Мои мама, папа и брат были против, как они не хотели, чтобы я была христианкой. Мне было очень трудно, ведь я была слабой и мягкой девушкой. Я не сказав родителям ушла, а им сказала, что просто гулять пошла. Кто-то попросил через Люды Петеримову сшить ей свадебное платье. Я согласилась, пришла к ней и познакомилась с ней. Помогала ей. Сшила свадебное платье бесплатно. Мне очень понравилась семья Петеримовых. Они добрые люди. Ближе познакомилась с ними. Меня пригласили на свадьбу, и я поехала в Потеряевку. Мне было очень интересно на христианской свадьбе. Потеряевке. Быть среди верующих. Стала очень близка с сестрами во Христе. Алой, Людой и Таней. Мои поручители, Алая и Люда Петеримовы. Они очень простодушные люди. Я решила не говорить родителям и крестилась в 1996 году. Очень благодарна Алле и Люде. После крещения мои родители стали отпускать меня. Так как я стала христианкой, крещеной, я поняла, что Бог – сила, помощь. Слава Богу! В 1997 году, в январе, моя бабушка сильно заболела и слегла. Перед смертью я попросила моих родителей вызвать священника, исповедовать и причастить бабушку. Они рассердились, но я их уговорила. Папа пошел в Невский храм и привез священника на своей машине домой. Священник исповедовал и причастил бабушку. Все прошло успешно. Бабушка умерла. Все успешно. Бабушка умерла. С этим связано, так у православных так и есть. Я с моими соседями верующими, тещей и матушкой священника Михаила, молились об упокоении у гроба бабушки. Моя самая лучшая бабушка в жизни. Она всегда была рядом со мной и заботилась обо мне. Когда я училась в школе-интернате, бабушка брала меня к себе, пекла пироги и еще что-нибудь. У нее были всегда теплые отношения ко мне. Светлана Викторовна Клюй, 41, 77, 88. Так, Исайя, 29, 18. И в тот день глухие услышат слова книги и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых. Марка 7, 37. И чрезвычайно дивились и говорили. Все хорошо делает. И глухих делает слышащими, и немых говорящими. Исход 11. Совершенная интонация неправильная. Ну, прочитай вот это как. Вот этот вопрос никому не задается. Если бы кто-то пронялся, кто дал устать человеку? Вот ты так считаешь, кого-то Бог допрашивает. Господь сказал, кто дал устать человеку? То есть задает вопрос, ну, кто дал устать человеку? И кто делает немым, или глухим, или зрящим, или слепым? Не я ли Господь? Не я ли Господь? Как взлаял будто бы. Ну, разве можно так? Давай. Прожившись жизнь, могу сказать одно. Что ничего не понял в этой жизни. Взгляд через тусклое, немытое окно. Площей-то прихоти безжалостно капризной. Из-за неожиданности соткана судьба. Потом узнал, что и судьбы-то нет. Разгадки непристойного рожба. На всем неверном так и накинут плед. Законы бытия, сознания, событий. От судьбоносных в обществе до личных. И их изучал. По ним не раз был битым. Так неожиданно выныривали стычки. И опыту, и знаниям вопреки. Такое вывернет, что душу наизнанку. Права качают всюду старики. А этих прав едва ли на заплатку. Счастливец я и баловень судьбы. Вернее, промысла от Бога и Еговы. В утробе матери случайно не убит. Освобожденный стряхивала ковы. Скрывала ширма долго за кулису. Разорвана Иисусом пополам. О чем мечтал, внезапно стало близким. Тьма не прижалась даже по углам. Не прижалась? Не прижилась. Тьма не прижилась даже по углам. Все, в третьей попытке. Мне Библия святая, свет в тоннеле. И стало солнцем надо мной в зените. Всем с вопросника обещаю ныне смело. С молитвой в Библию смиренно загляните. Ахайное небо станет ближе. Голговский идеал затмит героев. Читавшийся ценным потускнеет жижей. С презрением прошлое невежество за роем. Жизнь начинается в раскаянии чистом. Рождение духовным на коленях. Я не учу, а излагаю мысли. Они ликуют в сладостном скоплении. 17.03.06. Игнать Вилапкин. Дальше. Я этого убираю, чтобы не мешалось. Следующий вопрос. Вопрос 2928.15. Том открытым оком. Как думаете, с чего начнется новое гонение на христиан? Ответ. Тут всегда шаблонно и по стандарту. Власть будет желать лучшего. А христиане будут противиться и будут объявлены вне закона. Это уже все было в риск империи. И у коммунофашистов. Они же все хотят сделать миропорядок лучше. А для этого нужно устранить разномыслие, разноверие, разно... Там мало ли... А христиане опять не пойдут на поклонение истукану, наполеончику. А вот террор уже рядом. Тут терроризм искусственно выпестованный. Определить свое назначение. Правитель пообещает подобрать всех преступников и террористов, которых сам все эти годы и плодил, подкармливал. А для этого и нужно всех взять под контроль. ИНН в сторону. А лоб и руку подставляй. Товро готово. Уже тысячи лет. И кто не согласен, враг Отечества. Четыре эдикта Деклетиана как раз и сгодятся при повторной репетиции. Экклезиаст 1.10. Бывает нечто, о чем говорят. Смотри, вот это новое. Но это было уже в веках бывших прежде нас. 1 Коринфянам 10.6. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Откровение 13.7. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. Так, стих. Даю за рог и тут же попираю. Это читали. Я простираю длань и опускаю. Ни с кем своим достатком не делюсь. Что посулил, того не дать стараюсь. И снова гнойниками покрываюсь. Едва от прежней язвы исцелюсь. Веду корабль я, но с пути сбиваюсь. И отправляюсь в путь и возвращаюсь. Едва наполнишись, опустошаюсь. То распадаюсь, то воссоздаюсь. То сей смуту я, то примеряю. Виновный сам другого обвиняю. Я повинюсь и тут же отрекусь. Того, что начал, я не завершаю. Растрачиваю все, что обретаю. Что накоплю, немедля промотаю. Немудрый сам я мудрых поучаю. Вражды погаши, пламен раздуваю. И никогда того не постигаю. Чему учусь и что постигну, чусь. Что сам я разорву, потом латаю. Я злаки мну, крапиву насаждаю. Я белым голубем в гнездо влетаю. И воронам оттуда вылетаю. Едва поднявшись, вновь к земле стремлюсь. Я белый обернусь мгновенно черным. Строптивый притворяюсь я покорным. Это рекацы. От истины в гордыне отвернусь. Что правой рукой сберегаю, то левую беспечно разоряю. Себя считаю правым, хоть не прав. Я истину устами утверждаю. А сердцем лгу, все истины поправ. Соуловы деяния совершаю, Давидова обличе приняв. Сначала я заблудше притворяюсь, а после откровенно заблуждаюсь. То я смиренно и не подъемлю глаз, то вместе с бесами впускаюсь в пляс. Хвали меня грешниками и утешен. А кто безгрешен, те меня хулят. Блажен ты, говорят мне те, кто грешен. Ты грешен, праведники говорят. Но мнится мне суд праведных пристрастно. И я не к ним, а к низким духам льну. Порою перед грешником несчастным, перед самым недостойным спину гну. Не различив, что бренно, что нетленно, хожу я в облачении чужом, но люди узнают меня мгновенно, как чайку в оперении чужом. Порой нагорячив я неуместно. Когда ж ответить надо, я нем. Куда богатство трачу неизвестно, но в день расплаты остаюсь ни с чем. Так, я сейчас проверю, это у нас была, эта часть была. Прочитаю. Дальше. Григорь Нерехаси. Главное не Григорь, а Григорь. Почему-то точку я поставил. Дальше. Вопрос 3304, 19 том открытым оком. Объясните, как неверующие люди могут поклониться антихристу, как Богу? Ведь они истинного Бога не приняли, не поверили в существование Бога, то есть у них в душе нет осознания существования вообще чего-то сверхъестественного. Смысл-то какой? Как они могут за Бога признать, когда Бога-то не верят? Даже не подумаешь, какой вопрос? Ответ. Когда та, первозданная по образу Божию, душа духовно умерла и стала по природе не христианкой, а язычницей, тогда и сродни ближе стало все небожественное. Коммунисты как будто вообще не признавали ничего, кроме того, что можно на зубок пробовать. А запредельно им противно. Но Ленина, однако, многие считали за Бога, с маленькой буквы. За Богов считали императоров и чудотворцев. Деяние 14.11 Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря поликаонски, «Боги в образе человеческом сошли к нам». Премудрый Соломон 13.2 «Почитали за Богов, правящих миром». Антихриста признать за Бога не будет никакого труда, ибо он постарается присвоить себе атрибуты Всевышнего, Всезнающий, Всесилен, Всемогущий». Откровение 13.13 «И творит великие знамения, так что и огонь изводит с неба на землю перед людьми». Наиглавнейшую роль сыграют здесь священники всех религий. Они объявят его мессией, обещанным самим Иеговой. И судя по тому, чего достигли уже сегодня попы, этому тоже можно поверить. «Люди верят не Богу по его слову, а выдумкам, живут по традициям, держатся за корни, да за коренные иконы». Читаешь выступление профессора Вифифимова А.Б. от Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Церковное слово, номер 9, 06, страница 20-24. «И не знаешь, то ли плакать, то ли смеяться. Бред засушенных мумий, они все прошли в гниле, падше России, и видят краем глаза распад остатков, и бредят наяву сонными мечтами». Кавычки открыты. «Требуется приоткрыть тайный границ церкви, соотношение церкви и мира, и тогда на основании православной антропологии, экклезиологии и сатириологии приоткрывается тайна священного апостольства, возникает миссиология». Кавычки закрыты. И после доказательства через эту фразу, что он на месте, что не зря ему платят деньги, вернул из Евангелия всего один стих. Но тут же, церковная фения, церковная китайским языком, за ширму спрятал смысл словес Духа Святого, закуролесил, заплетаться начал языком, по-русски не привел мысли Христа, кавычки открыто. «Каждый христианин несет в мир радость благой вести». Где? В деле помощи веропроповедничеству. Слово какое он наградал. И Ефимов не исключение, и не худший. Он хотя бы с бородкой готовит экспертов по теологическим факультетам для антихриста, для судебных процессов над всеми религиями. И идут туда мнимоверующие, теряя остатки мнимой веры. И на экспертизах они будут работать не по Писанию, не по Корану ведом, а по учебникам масонов, которые уже им заложили в мозги по инструкциям, по которым они пишут сегодня курсовые диссертации. «Антихристу и не нужно, чтобы люди сердцем верили в него. Главное, чтобы подчинились и провозгласили его Богом. Вот на таком уровне он и будет исповедуем, что сделал добро. Нет преступности, нет терроризма, нет национальной и межрелигиозной резни. Люди мира, мир вам! Отныне ни один человек не скажет война. Совершились чаяния тысячелетий. Падши, поклонитесь мне! Второй псалоникийцам 2.4 «Противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святыней, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». «Стех, когда откроется случайно в одной душе какой-нибудь изъян, годами бывшей тайной, которым можно попрекнуть, как согрешившего порочат, как судят, как пинают зло, как будто у других, у прочих, душа прозрачна, как стекло, как будто им и обнаружен не чей-то там чужой грешок, а лучшую из их жемчужин хитрец у них похитить смог. Священной, правотой пылая, уж мы-то, мы не таковы, готовы судей всей стаи, всей стаи лишить беднягу головы. И если бы, как некто в храме, он обратился к их сердцам, пускай в меня, мол, бросит камень, тот, кто греха не знает сам. То камни полетели б градом, из всех домов, со всех сторон, и под свистящим камнепадом несчастный был бы погребен. Кугультинов. Кугультинов. Это Мордовец или кто он такой? Хороший такой, стихи пишет, поэт. Вот, еще надо же. Главное, не вывел я на 20. Надо выделить все. Ну да, я выделил, а почему-то дальше считаю. Вопрос, 1014, третий том, открытым оком. Евангелие от Луки 16, 26. И сверх того, между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что, хотящие перейти отсюда к вам не могут. Так же и оттуда к нам не переходят. Но Христос сходил в ад, а оттуда перешел в рай и вывел всех праведников. А здесь говорится, что не переходят. Как так? Ответ. Не переходят. То есть, сами, своей силой, своим хотением, хотящей перейти. В действительности же эта пропасть для Бога не существует. Она существует только для нас. Стих. Я думаю порой, какой будет встреча с ним там, за той последней межой. Такой ли, какой в летний вечер бывает радостная, трепетная встреча, влюбленных первою любовью молодой. Или облегченной теплыми слезами, как встреча сына с матерью родной. Когда придет с войны, он в грохоте вокзальном искал ее любимую глазами и вдруг, найдя, помчался к ней одной. Или она подобна будет встрече, вернувшихся на родину, домой, после разлуки долгой, издалече, когда дрожат рыданием скрытым плечи у странника от радости немой. Нет, не дано нам знать, какой будет встреча, но верю я, что слиты будут в ней частички встреч земных. Они, как тот притеча, готовят нас к заветной вечной встрече, которой нет сердечной и теплей. Вера Кушмир. Вопрос 1028, открытым оком 3 том. Пророк Амос. Амос. Опять Амос. Сколько не считай. Никаких Амосов не было. Амос. Ну, конечно, Амос. С чего ты взял Амос, то никак не пойму. В тебе сейчас, башку такая блажь. Пророк Амос пишет. У меня дядя был Амос. Пишет, что будет время, когда от моря до моря будут ходить люди и искать слово дожное. Куда же денутся христиане тогда? Будут ли гонения, тогда на христиан? И нельзя будет говорить о Слове Божьем? Или Христос возьмет свою церковь на небо, как проповедуют баптисты, и тогда некому будет говорить о Христе? Ответ. Амос. 8.11. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних, и будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища Слово Господне, и не найдут его. Это местописание относят ко временам Антихриста еще и потому, что здесь упоминается о колене Дана, из которого произойдет это чудовище. Амос. 8.13. В тот день истоевать будут от жажды красивой девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским и говорят, жив Бог твой дан, и жив путь Версавию, они падут и уже не встанут. 2. Фессалоникийцам. 2.4. Противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или Святыней, так что в Храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Слово падут и уже не встанут дает сильный намек на то, что говорящие, что жив Бог твой дан, умрут без раскаяния, без надежды на восстановление. Откровение 14.11. И дым умучение их будет восходить во веки веков и не будут иметь покой ни днем, ни ночью, поклоняющийся зверю и образу его и принимающие начертания имени его. Все святые отцы и особенно много Ефрим Сирин свидетельствуют о лютом, невиданном гонении, какой воздвигнет Антихрист в эти три с половиной года своего царствования. Матфея 24.22. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Спасутся только единицы где-то в пустынях, в ущельях скал. Песней 8.5. Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Откровение 12.6. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. Некогда лютый гонитель христиан-деоклетиан издал 4 дикта против свидетелей Иисуса. В них предусматривалось уничтожение книг, мест собраний, священнослужителей. Учитывая, что дьявол заложит в компьютер Антихриста исходные данные о всех бывших до него гонениях НКВД, Гестапо, КГБ, психиатрия советская. Все это суммирует и применит такие казни, что святые подвижники говорили, провиди их, что если бы мы жили тогда, и нам бы не устоять. Можно предположить, что не будет возможности достать Святой Евангелие нигде, ибо даже хранящий эту книгу будет приговорен к мучениям. Но жажда опознать истину, получить спасение будет в народе. У православных это местописание почти неизвестно. А баптисты написали не одно стихотворение, положили на музыку и трогательно поют. Это вызывает особое чувство любви к Библии, к сегодняшнему нашему доброму времени. Они со слезами на глазах целуют Слово Божие, так же, как мы, бесчисленные наши иконы. Кавычки открыты. Скажет люди, Слово Господне пусть же вернется к нам. Сколько людей не взывайте, оно не вернется уж к вам. Оно не вернется уж к вам. Никакого восхищения церкви до кончины мира или перед воспришествием антихриста не будет. Здесь сектанты грубо ошибаются, водимые духом лжи. Праведные и грешные будут до последнего дня на земле вместе. Матфея 13,30 Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам Соберите прежде плевелы и свяжите их снопы, чтобы сжечь их а пшеницу берите в жительницу мою. Вот это вот поется дальше, вот это. Бога легко искать, Бога легко найти, Бог это благодать, Бог это свет пути, это любовь моя, это добро твое, это средь бур маяк, оды в конце боев, Бог это первый вздох, первый ребенка крик, в новую жизнь порог, вечность манящий лик, это весенний дождь, это осенний гром, это по телу дрожь в храме его святом, это молитвы стон, гимном хвалебных звук, это земной поклон, это скрещение рук, Бог это вечный дух, это стихи закон, Бог это лучший друг, в бедах помощник он, Бог это наш судья, истинный вечный страж, Бог это суть моя, совести голос наш, Бог это в сотах мед, Бог это хлеб и соль, тот кто на мир дает, тот кто врачует боль, это любовь людей, это прощение зла, это в душе моей мощный родник тепла, Бог это жизнь и пульс, это надежды луч, щит от враждебных пуль, кровь от нависших туч, это Голгофский крест, это воскресный день, это благая весть, крыльев могучих сень, это святая кровь, это прощенный грех, Бог это та любовь, что обнимает всех, я хочу показать, пока не отключай, вот найти, здесь зарядить сейчас быстренько и найти это вот это песнопение, как оно поется, мотив какой, так, Бога легко искать, послушай, Бога легко искать, Бога легко найти, давайте, послушаем, Бога легко искать, Бога легко найти, Бог это благодать, Бог это свет в пути, это любовь моя, это добро твое, это средь бурь моя, обык в конце боем. Вот интересно посмотреть, вот какие еще есть песнопения, я неправильно переключаю здесь, но все-таки понятно, вот еще раз, где искать, слушать, текст, рекорд, и знать, Бога ли искать, что это такое, седьмой день, Бога ли кое искать, поэзия, вера, кушнир, ищу камень, где искать Бога, это или нет. Знаете, да, еще раз, да, хочу поздравить всех с новым. Ну, нет, не это, Бога легко искать. Ну-ка, песнопение другое. Бога легко искать, Бога легко найти, Бог это благодать, Бог первый ребенок в крик, новую жизнь порог, вечность манящий рыв, Бог это наш судья, это земля. Ну, это понятно. У меня такое же стихотворение есть написанное. Я в тюрьме написал, Бог, Бог я вижу в узах, в слезах, в покаянии, в избиении, в лишении надежды выйти, и во всем, во всем я вижу Бога. Но совершенно эти слова я не брал, но я это уже знал, слышал. То есть, вот это стихотворение Веры Сергеевны Кушнир побудило меня пережить, когда я был в узах, в камере было тяжело. Богу нашему слава. Верой камень. .